В прошлый раз мы говорили об автономном уравнении Y' равно F от Y Значит, Y пробегала некоторый интервал Ну и вот была теорема, которая рассказывала о следующем О том, что если на этом интервале ровно одна особая точка То есть F от A равно 0 А в остальных точках не 0 Х не равно A То тогда, можно сказать, да И функция F все-таки непрерывна Пускай будет F непрерывна на интервале То тогда во всех точках, где F от A не равно 0 Где F от X не равно 0 От Y, извините, опять я все X и Y путаю Y, конечно, да Во всех точках Y, где F от Y не равно 0 То есть не в особых точках Значит, если взять точку на такой прямой Y равно константе И эта константа не равна A То тогда там будут точки единственности Существование единственности А вот если Y равно A То помимо уравнения решения Интегральной кривой вида Y равно A Могут быть еще интегральные кривые Которые проходят через такие точки У нас было так Что если снизу подходит решение И интеграл некий сходится То получалось, что все вот эти точки Оказываются точками не единственности Вот Именно по той причине, что интеграл соответствующий сходится Вот Но и аналогично сверху Если соответствующий интеграл сверху Вот при подходе Y с плюс 0 Значит, сходился То решение было тоже Это не единственное еще и как бы сверху Вот Конечно, вот Практически Заниматься вопросом сходимости Вот такого интеграла Вот интеграл от D Это Делить на F от это Где это доходит до A плюс минус 0 Но, значит, начальная точка здесь не указана Потому что от нее Ничего не зависит Главное, что она Если подход A А минус 0 То эта начальная точка лежит Ниже, чем A А если Сверху, то, соответственно, выше, чем A Ну, поэтому от нее ничего не зависит Зависит только от того, с какой стороны мы подходим к точке A Вот, так вот Так вот, если такой интеграл Раз сходится, даже два интеграла И с плюсом, и с минусом Вот, то тогда Единственность есть А если сходится, то То нету Хоть один из них сходится То нету Ну, вот вопрос в следующем Как-нибудь нельзя ли по-простому Более элегантно Узнавать Сходится такой интеграл или нет Вот Пусть даже, может быть Не во всех случаях Но в основном во всех, так скажем Вот Ответ оказывается положительный Есть более простой признак Сходимости Точнее, не сходимости А расходимости этих интегралов И звучит он так Лемма Лемма Если функция F у нас Непрерывно Вот на интервале И это как и раньше Вот А кроме того Существует производная F' В точке A То есть существует производная Только существует И больше ничего Может Она и везде существует Но нам это даже не нужно Нам только существование Производной нужно В одной лишь точке A В той самой точке A В которой F от A Равно нулю Вот Ну и пускай Опять же Это изолированная точка То есть в остальных точках Не равно нулю Изолированная Изолированная Особая точка На самом деле Условия изолированности Можно даже снять Ну вот Мы давайте все-таки Более простую такую Ситуацию рассмотрим Когда вот Существует производная И точка 0 Изолированная Хорошо Вот Так вот В этом случае Можно говорить Что все точки Вот эти вот Прямой Y равно A Оказываются Точками единственности То есть видите Это вот условие Вот это условие Существования производности В данном случае Просто производной В данном случае Говорит о том Что такие интегралы Будут расходиться То есть отсюда Следует Что любая точка Вида XA Точка Существования И единственности Но существование Она и раньше была Достаточно непрерывности Вот просто Функции F А вот единственность Это нечто новое В данном случае Еще раз повторяю Значит Это лемма Показывает Что Можно обойтись И без Изуследования интеграла Просто Вопросы решаются Просто гладкостью Гладкостью Функции F Вот конкретно В той точке Которая она обнуляется Производная Должна просто существовать Вот Это очень хорошо Потому что Признак Ну мы знаем Формулу Если написать формулу То как правило Получается функция И непрерывная И дифференцируемая Просто все Формулы Которые мы пишем Обычно Они связаны С элементарными функциями А элементарные функции Конечно хорошие Вот Ну а если уж Функция Неэлементарная Или в какой-то точке Плохая Как-то плохо устроена Ну тогда Только с этим И надо возиться Ну вот как бы Большинство случаев Сразу охвачено Этой элементарной Вот Давайте докажем ее Ну давайте мы рассмотрим Для определенности Просто Случай такой Что F От Y Как было в теореме F от Y Больше нуля При Y Меняющемся От A Вот здесь вот А справа И до какого-то Y 0 Слева Вот То есть Эта ситуация Была рассмотрена Как раз На прошлой лекции Как раз При доказательстве Остальные Аналогичные И понятно Что ничего не изменится Если мы знаки Какие-то другие возьмем Но для определенности Ту же самую Картинку Рассмотрим Вот Что означает Существование Вот этой Производной Которая здесь написана Это означает Следующее Что если мы возьмем F от A Плюс H То Оно разложится В такой ряд Значит F от A Плюс F штрих В точке A Умножить на H И плюс А малый от H При H Стремящемся к нулю Это вы знаете Правильно? Это одно из Определение производной Оно в некотором смысле Лучше Чем Чем то Которое обычно Проходится Там Превращение функции Делить На превращение аргумента Потому что Именно это определение Которое я сейчас Написал Оно действует И в тех случаях Когда Когда делить-то нельзя Когда Превращение аргумента Например Ну вектор Да На вектор поделить нельзя Вот И как-то Предел брать Когда число Когда аргумент числовой В данном случае Он правда числовой И все хорошо Ну Тогда можно На него и поделить А вот Когда не число А что-то другое Тут уже проблема И поэтому Вот это определение В некотором смысле Лучше Оно Более общее Вот здесь Вот сейчас стоит число Вы наверное Знаете Что будет Если Если h Это вектор То что здесь Должно стоять Знаете Да А Вы не умеете Дифференцировать функцию Несколько Переменных Производная функция Несколько Переменных Не знаете Пока что такое Не знаете Да вы ничего не знаете Оказывается Что-что Сдали и забыли А Сдали и забыли Все я понял Да 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 Понял Ну ладно Хорошо Мы потом Еще вернемся к этому Сейчас пока Пока у нас числа И все в порядке Значит это пока число Множитель Точнее даже не число Прямо множитель Вот это лучше сказать Потому что вот h умножается На некоторое число Вот то что множитель Это точнее В данном случае Ну хорошо Так вот Ну f от а Чему у нас равно Правильно Нулю Вот Поэтому осталась Вот такая штука И при маленьких h Эта величина Не более чем линейна И этот Вообще менее чем линейна Да То есть при маленьких h Она тем более Будет линейной функцией Ограничиваться То есть на самом деле Отсюда следует Что f Давайте возьмем От а минус h Потому что у нас Вот здесь будет Отрицательное превращение Да По модулю Даже можно по модулю И не писать Потому что оно Больше нуля Вот И оно будет меньше Равно допустим Такой величины L умножить на h L умножить на h Что такое L L это Это вот что такое Это есть Модуль f' От а Допустим Ну и плюс 1 Вот Плюс 1 Значит вот можно Вот эту величину Вот эту величину Поскольку она у малого Это h Например Оценить просто модулем h Здесь модуль надо поставить Оценить просто модулем h Вот Ну и это При достаточно маленьких При достаточно близких h к нулю Вот Стремление к нулю Позволяет нам сказать следующее Что чем ближе h к нулю Тем Меньше даже будет тот множитель Ставить который при h Но нам например достаточно единиц Вот Это будет допустим Выполно при следующих h При h Больших нуля Но меньше Чем какое-то h нулевое Значит существует Существует Такое h нулевое Что вот эта величина Будет просто единица Умножить на h Оцениваться На модуль h Вот Но h положительно Поэтому даже просто на h Вот И Поэтому Поэтому здесь вот единица А здесь множитель уже стоит давно Вот Ну значит вот Это следует Из того что есть производная То есть Производная означает В данном случае Поскольку f от а равно нулю Что Что Приращение функции Вот это вот Приращение f от а плюс h Это соседнее значение Ну минус ноль Поэтому приращение Приращение функции Получается Оценивается линейной Линейной величиной от h Видите Линейно То есть Здесь h в первой степени стоит Вот Ну хорошо А тогда давайте рассмотрим интеграл Который здесь написан Вот он написан Да Значит мы рассматриваем интеграл такой От От А минус h ноль До А минус ноль Вот такой интеграл Д Это На f От а Минус h Вот Вот это тот самый интеграл Который нам нужно сосчитать f у нас положительно Поэтому Можно писать Что это больше нуля Хотя Это даже не нужно Не будем Вот Так Давайте мы Замену переменных сделаем Это будет интеграл От нуля до h ноль Вот Такой величины Вот h Чтобы была замена переменной Действительно Вот Теперь по h И будем интегрировать Вот видите Я сделал просто замену переменной Вот Ну почему минус Почему мы переставили местами Потому что здесь минус стоит Значит Поменяется знак Вот Ну а теперь смотрите Это величина положительная И она меньше Она чего-то Значит Если мы здесь поставим Вот это самое чего-то То числитель увеличится Да Знаменатель Вся дробь уменьшится Вот Поэтому это будет больше Или равно Чем интеграл От нуля до h ноль Д h делить На l Модуль h Ну даже модуль можно не писать Поскольку h положительный Вот Видите А этот интеграл Вы наверное знаете Чему он равен Да Чему он равен Да ладно Это производная какая-то От нуля Это вернее так Это интеграл Определенный От нуля до чего-то Когда вот это стремится к нулю Ай-яй-яй Бесконечности Расходится этот интеграл Вот Это логарифм Первообразная Действительно Там будет какой-то логарифм Но в данном случае Этот интеграл в нуле Расходится При приближении к нулю Эта штука Достаточно Медленно Стремится к нулю Линейным образом А значит Сама дробь Будет расти к бесконечности быстро Вот Вот если бы там было Корень из аж там Да Тогда бы он Расходился бы Просто аж Расходится Ну вот Это означает Смотрите Что вот этот интеграл Который мы вначале брали Вот этот вот интеграл Он оказывается Что делает Расходится Вот ЧТД Вот То есть нам Это и нужно было Дальше Пользуясь теоремой Получаем Что значит Есть единственность Все Лемма тем самым доказана Вот Далее Давайте рассмотрим Некоторые примеры Вот смотрите Первый пример Остывание Тела Под телом Принимается обычно Физическое тело Но можно и просто тело Настоящее Понимать Тело Вот которое О котором мы говорим Вот Значит Речь идет о чем У нас есть функция Y от X Которая вот какой Смысл имеет Это есть Температура Тела В момент В момент X Вот Но при Фиксированной Температуре Окружающей среды Окружающей среды Вот И эта температура Равна Пускай Равна A Ну давайте Не A А нулю Нулю Ясно что можно Сдвинуть Значит Ноль На шкале температуры Так чтобы он попал В точку А Да и все Поэтому Без ограничения Общенности Это просто ноль Вот Итак Значит Температура Окружающей среды Равна нулю Y От X Это температура Тела Ну и понятно Что происходит Если Тело Более нагрето Чем Чем ноль Да То будет оно Остывать А если Менее нагрето Вот холоднее Чем ноль То будет нагреваться Но я говорю Остывание Имею ввиду Что как будто бы Вначале было оно Более теплым Чем Чем Окружающая среда Тогда оказывается Вот эта функция Y от X Она подчиняется Дифференциальному уравнению Вот Вы его Видели уже Это уравнение Оно выглядит так Вот Значит Вы встречали с ним Например Уравнение радиоактивного Распада Тоже таким же уравнением Так же выглядит Вот Но Мне хочется поговорить Про температуру Потому что У этого есть Некий такой физический смысл Что ли Интересный Вот Смотрите Это уравнение Решается Вот тот интеграл О котором мы говорили Здесь будет сходиться Или расходиться А ну-ка А? Да лему примените Гладкая функция В нуле Имеет производную Она везде имеет производную Она вообще класса С бесконечности Вот Это аналитическая даже функция Потому что она в ряд разложена Да Даже в конечный ряд Это даже многочлен Даже Не просто многочлен А линейная функция То есть Видите Я сколько вам терминов назвал Все Все более гладко Гладко Она просто линейная Ну Глажа только Наверное Константа была бы Или ноль Вот ноль Совсем гладкая функция Но это очень хорошая функция Значит Производные там есть Везде Не только в нуле Но значит Лемма применима Значит решения будут Все единственные Вот То есть Одно решение Можем даже нарисовать Я его даже случайно Случайно именно Уже нарисовал Вы видите Да? Случайно Я его уже нарисовал Поняли почему? Я нарисовал только оси координат А между тем Одна из осей Это есть решение Какая? Так Вы не видите здесь нарисованный график решений? А? Кто-нибудь видит хоть одно решение здесь? Нарисованное Никто не видит? А? Ось y? Он показывает Он показывает вертикальную Вот Это вот Y равно нулю Y равно нулю Это одно решение Да Остальные решения Если вы поделите Ну вы уже умеете такие уравнения решать То получите следующее Что y равно Вообще все решения Выглядит так Константа Умножить на e в степени Минус k Умножить на x Вот Ну и при c равно нулю Как раз получим Вот эту самую функцию Которую я уже нарисовал Вот А вот при других Константах c Получим Вот такие вот Приближающиеся К x Симтотически приближающиеся К x Кривые А симтотически значит По-настоящему не приблизится То есть не воткнется она в кривую Ни наклонно Ни под углом Никак не воткнется Поэтому Значит Как раз единственности есть И более того Более того Вот это У константы У нее есть физический смысл Это есть Y нулевое Это начальное значение Функции Вот момент 0 Как раз Y нулевое Вот Ну Возможно Я так понял Что на некоторых семинарах Эту мысль уже Сказали Но мысль такая Вот Как воспользоваться этим Фактом Вот как Предположим Что в криминалистике Вот Здесь температура известна Это температура Y0 равна 36 Ну допустим Градусов Так 36 Ладно пускай 36 и 6 Ну пускай так Это вот температура Исходная Этого тела Да Вы его Это тело Обнаружили Вот в этот момент Вот в этот момент И измерили температуру Вот Измерили температуру И она оказалась Вот какой-то Y Вот Ну скажем От единицы Так Вы ее знаете Вопрос Можете ли вы сказать Что это за момент То есть Относительно Вот этого нуля То есть Сколько Времени назад Температура Стала Понижаться Вот То есть момент Можете сказать Ну вот Исходя из этого уравнения Пока нельзя сказать Мы же К не знаем А А как найти К Вот хорошо Как найти К Если бы мы К знали То тогда Эта функция Вот эта функция Определяется Ну значение Поставим здесь Единицу И найдем Поставим сюда Вот значение Y от единицы И найдем Вот это самое С И дальше все Функция полностью задана Но мы ни К Ни С не знаем Нет Извините С знаем Неправильно сказал И С равно 36 Но Но мы не знаем Вот Что это единица Ну то есть конкретно Я поставил это в нуле На самом деле Вот это расстояние Что оно равно единице Давайте Чтобы не было проблем От X0 Мы X0 не знаем Вот Мы не знаем тот момент В котором мы находимся Относительно Момента понижения Начала понижения температуры Вот X0 не знаем Вот Лучше так сказать Я обозначил Единицы И зря Так вот Как узнать тогда Сколько времени назад Температура начала падать Вот Ну надо К узнать Для этого надо еще Подождать некоторое время Конкретно Конкретное время Дельта Икс И тоже измерить температуру Y от X0 Плюс Дельта Икс Вот А вот тогда уже Тогда уже Из двух этих значений Вы число K Можете найти Вот А тогда вы найдете И момент времени Когда это начало Все происходить Вот Видите Что такое криминалистика Вот Но это все при условии Что все Конечно же Конечно же Температура окружающей среды Константа Она вообще-то меняется Если вы знаете Иногда даже В последнее время Стала резко меняться Температура Даже неожиданно И даже прогнозировать Стало трудно ее Слышали На прогноз Говорят Завтра будет тепло Оказывается холодно Или наоборот Лучше когда наоборот Но Но вот бывает И так Как я сказал Но самое интересное Конечно Состоит в том Что тело Никогда не остынет Заметьте Вот до нуля Температура не дойдет Никогда Чисто Теоретически Не дойдет Ну а физически Конечно Уже когда Температура Слишком близка к нулю То мы уже Практически Уже не отличаем Ее от нуля И это означает Что тело Остыло совсем Вот То есть еще раз повторяю Теоретически В идеальном смысле Температура От нуля Не достигнет И это следует Из дифференциальных Уравнений А вот Практически Конечно Реальности В действительности Достигает Потому что Еще раз повторяю Даже само это Обеспечить Что Температура Окружающей среды Фиксирована Даже это обеспечить В общем Практически Невозможно Ну ладно Второй пример Вытекание Жидкости То есть Речь идет Вот О чем Есть сосуд В нем В дне Дырка Вот И через эту дырку Просачивается Вода Кстати Вот этот закон Остывания Тела Его Приписывает Фурье Вот Закон Фурье А вот этот Закон О котором Сейчас пойдет Речь Приписывает Торричели Вот Итак Там Торричели Примерно Сказал следующее Что Давление Жидкости Передается Во все стороны Без изменения То есть Давление Оно зависит от того Вот здесь Вот в этом месте Если какую-нибудь Мембрану поставить Вот здесь давление Будет Зависеть только От высоты Столба Этой жидкости Вот И больше ни от чего Вот И поэтому Скорость вытекания Тоже будет зависеть Только от Столба От высоты Столба жидкости Если эту мысль Развить дальше И ввести Такую букву Y от X Которая есть Высота Высота Уровня Жидкости Вот этой самой В момент В момент X То тогда Получится Следующее Y с точкой Равно Уравнение будет Минус K На корень из Y Вот Вот такое Получится уравнение То есть Смотрите Если Y положительно А у нас конечно Положительно То Что делает Y с точкой Оно тогда будет Отрицательным То есть Высота будет Уменьшаться Уменьшаться Она будет И вот когда-то Может быть Будет равна нулю То есть Вся жидкость вытечет Нам Из природы Как известно Вытекает Жидкости В такой ситуации Полностью Ну Это Если Дно неровное Вот Ну скажем Бассейн Мы хотим Слить воду Значит Если есть Дырка Там Стока То в принципе Открывают ее И вода Сливается Из бассейна В отличие От этой ситуации Когда нам Тоже кажется Что должна Наоборот Температура Полностью Сравняться С окружающей средой Здесь вот Как раз На самом деле Должно быть Сравнение Там Нам кажется Только Дифуры показывают Что Что не сравняется А здесь Она и правда Сравняться Должна Похоже Вот сейчас Посмотрим Уравнение Это нам Покажет Или нет Если мы Будем Интегрировать То получим Следующее Дырка Делить На корень Из у Равно Минус К Дх Так Я буду считать Что у Положительно Вот У положительно Если оно равно Нулю То это неинтересно Нулевое решение Уравнения Конечно Есть Конечно Есть Никаких проблем С ним нет С этим нулевым решением Вот А теперь Пускай у Положительно Тогда Вот Получится Так И если Мы Проинтегрируем Это уравнение То получим Следующее Корень Из у Это будет Первообразное Правильно Только Надо На что-то Ее Помножить А Умножить На 2 Да Умножить На 2 Да Вот так Умножить На 2 Это Первообразное Ее Надо Взять Ее Надо Взять От 0 До 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 Значит Этого Значения В точке Х Значит Так Ну да Вот так и будет Просто Да Вот так Равно будет Сейчас скажу К Х Плюс Константа Давайте я К вынесу Плюс Как раз Дело в том Что я От 0 Минус От 0 Минус Что-то Там будет Как раз Нет Сейчас посмотрим Так или нет Ну не должен быть Минус Здесь Сейчас А нет Минус Ладно Хорошо Говорили Минус Пускай Да Так Так Вот Значит Плюс Константа А видите Как я написал Константа Вот так Это начальное значение При котором Х Как раз То значение При котором Х будет равно 0 Видите То самое значение Х пока у нас Меньше чем Х0 Так что все знаки Сходятся Вот Ну а теперь Возведем в квадрат И получим так У равно Значит К квадрат Делить на 4 И Х Минус Х0 В квадрате Вот Давайте я нарисую График Этой кривой Получается так Вот Идет Идет Наша Это самая Вода Вытекает Вытекает А потом Что делает Втекает А Как вам это нравится То есть сначала Она из бассейна Вытекает А потом Назад Всасывается И бассейн Снова наполняется Так что ли получается А что В чем ошибка Кто видит ошибку Есть ошибка Одна Одна ошибка Есть Что 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 Не должны Мы все Арифметически Правильно Арифметически Что Что Ну будет Х0 Минус Х0 Ну и что Плохого Ничего Все равно В квадрат Взвели Минус Он в квадрате Плюс Дает Так вот Где ошибка Вот В школе Должны были Научить Некоторым Операциям Если В школе Не научили То Репетитор Должны были Научить Некоторым Операциям Вот К сожалению В школе Даже в ЕГЭ Эта операция Плохо Входит Вот Что Кто Меньше Нуля Еще раз Значит Какая Проблема Проблема В том Что Мы Вроде Все Делали Правильно А Получили Что Решение Вот Безобразное Оно Не Что Ну Игрек Оно Давно Подходит Вот Вот Это Одно Решение А Это Второе Получилось Второе Решение Меня Смущает Особенно В той части Где вода Втекает Я понимаю Где мы ошибку Допустили Ну и что Где ошибка Ошибка Где Вот Правильно Когда Возводили В квадрат Вас Должны Были Научить Что Возводить В квадрат Можно Когда Обе Части Какие Ну Не Отрицательно Это Действительно Больше Равно Нулю А Эта Величина Иногда Бывает И отрицательна Когда Кстати Она Будет Отрицательна Когда Х Больше Чем Х Ноль Видите Это Означает Когда Х Больше Чем Х Ноль Возводить Квадрат Нельзя Было То Здесь Надо Написать Что Х Меньше Равен Х Ноль Вот Тогда Только Это Уравнение Соответствует Истине В противном Случине А Вот То Что Мы И потом Возвели В квадрат И Написали Тут Нарисовали Мнимую Эту Параболу Которой Нет На самом Деле Вец Парабол Вот Здесь Была Ошибка И Так Конечно Все Хорошо Только Надо Вспомнить Как Правильно Возводить Квадрат Вот Значит Вот У нас Х Это У Ну И Получается Так Что Меняя Вот Это Самое Значение С Которое Здесь Вот Выглядит Вот Так В виде Х Ноль Мы Получим Просто Что Вот Эта Точка Сдвигается Вот Сдвигается Вот Она Видите А То Что Закон Такой Именно Это Закон Вытекания Будет Вот Таким Это Мы Уже И так Число К Только Неизвестно Вот Но Даже Была Когда-то На Московской Городской Олимпиаде Задача Для Одиннадцатиклассников Где Было Сказано Сразу Что Вот Вода Вытекает Из Бассейна По Квадратичному Закону Там Описано Было Как Именно И Вот Кто Там Этот Рабочий Начал Сливать Воду Из Бассейна И Вот Выяснилось Что Через Час Вода Вода Уровень Ее Вдвое Меньше Стал Вот Вдвое Меньше Стал Вот А спрашивается Когда Она Вытечит Совсем Школьникам Предлагалось Это Узнать Как Вы Понимаете Это Ноги Растут Конечно Из Дифуров Вы Можете Догадаться Кто Эта Задача Предложил Вот Даже Потому Что Чеш Ее Не Предложить Вот Действительно Этого Достаточно Если Мы Знаем Что Закон Вот Такой К Мы Не Знаем Но Что Делать Можно Узнать Вот Именно Той Информацией Что Через Час Бассейн Уменьшился Уровень Воды Уменьшился В два Раза Будет Означать Что Мы К Можем Найти А Знаем К Тогда Найдем И Точку Х Ноль Автоматически И все Вот Так Ну Ладно Значит И так Важно Следующее Что Вот В этой Есть еще Решение Которое Вот Обнулилось Только Что Вот И вот Поэтому Получается Некоторая Такая Вещь Вот Там Мы Можем Всю Картину Историческую Узнать Какая Она Была До Того А Здесь Вот Не Можем Вот Предположим Вот В этот Момент Вот В этот Момент Уровень Жидкости Равен Нулю Спрашивается Когда Вода Вылилась Не Знаем А Был Ладно Бассейн С водой Хоть Когда Небось И Этого Даже Не Можем Узнать То ли Решение Вот Такое Было То ли Вот Такое Вот Глядя На Нулевое Значение В данный Момент Историю Мы Узнать Не Можем А Здесь Можем Понимаете Здесь По крайней Мере Мы Можем Там Чуть Чуть Еще Повозиться И Вычислить Даже Все А Здесь Вот Если Она Хорошо Как Вы Понимаете А Когда Ее Нет Это Можно Сказать Что Плохо Вот Теперь Следующий Объект Так Мы Значит Уже Смотрите Мы С вами Изучили Некоторые Типы Уравнений И Поняли Что Мы Даже Умеем Их Решать Значит Особенно Уравнение Вот В Дифференциалах Если Мы Интеграл Можем Найти А Еще Лучше Если Уравнение Прямо В Полных Дифференциалах Тогда Мы Этот Интеграл Можем Легко Предъявить Это Просто Потенциал За счет За счет Просто Интегрирования Так Вот Уравнение С Разделяющимися Переменными С Разделяющимися Переменными Значит Что Это Такое Уравнение Вот Такого Вида Тоже В Дифференциалах П От Х Умножить На К От У Д И И Плюс Р От И С От У До И Равну Нулю Вот Мы Рассматриваем В такой Области Ж Где Сразу Вот Эти Одновременно Оба Коэффициента Не Равны Нулю Ж Это Область Таких Вот Икс Игриков Для Которых Не Обнуляются Одновременно Вот Эти Две Функции И Эти Ну И Хотя Б Одна Из Эти То Оба Коэффициента Нулю Не Равны Но Мы Ж Пускай Такова Что Ко От Игрек Не Равно Нулю Вообще Нигде А Р От Икс Тоже Не Равно Нулю Почему Можно Так Предположить Но Дело В том Что Если Ко От Игрек Равно Нулю То Можно Сразу Уже Указать Некоторые Решения Которые Проходят Через Эту Точку Значит Смотрите Если Ко От Игрек Равно Нулю От Игрек Ноль Какого Равно Нулю То Такую Точку Легко Изучить Просто Подходит Решение Игрек Равно Игрек Ноль Ну Его Можно Прям Подставить Сюда И Получится Что Выполнено Тоже Смотрите Ко От Игрек Здесь Игрек Ноль Стоит Это Ноль Значит Первое Слагаем Уже Точно Ноль Но Д Игрек Тоже Равно Нулю Вы Помните Как Мы Как Мы Определяли Касательное Получалось Пучем Дифференцирования До Игрек Равно Нулю Вдоль Для Касательной К этой Кривой Вот Значит Это Тоже Ноль Ну И Значит Получается Что Уравнение Выполнено Вот Аналогично Если Р От Икс Равно Нулю В какой Точке Р От Икс Ноль Равно Нулю То Тоже Есть Решение Икс Равно Икс Ноль Тоже Это Решение Вот Аналогично Значит Таким Образом Вот Точки Где Эти Кривой Обнуляются Они В некотором Смысле Неинтересны Там Есть Решение И Вопросы Которые Там Возникают Они Только Связаны С тем Что С тем Что Есть Там Единственность Или Нет Эти Точки Будут Точками Единственности Или Нет Вот Поэтому Мы Все Остальные Точки Будем Изучать Пусть Сразу Область Такова Что Вот Эти Равенства Выполнены Вот Ну И Тогда Тогда Теорема Значит Если У нас П К Р С Они Непрерывны В Области Ж Так И Второе Значит Вот Это Условие Выполнено Область Ж Такова Уже То Тогда Решение Общее Решение Общее Решение Записывается В следующем Виде Интеграл От Сейчас От П Давайте Я напишу М От Х Д Х Давайте Кси Здесь Напишу Кси Потому Что Мы Будем Интеграл Определенный Писать Сейчас От Х Н До Х Вот Плюс Н От Это Интеграл Д Это Вот Это Меняется От У Ноль До У И равно Это Константе Значит Смотрите Что здесь Написано Здесь Написана Такая Функция Которая Неявно Задана Смотрите Слева Функция От Х И от У Как От Верхних Пределов Интегрирования Вот Этих Вот Но Это Некоторая Функция Которая Приравна Константе Константе Значит Вот Линия Уровня Как Б Этого Этой Функции Которая Слева Написана Это И есть Будущие Интегральные Кривые Я Напоминаю Что Если Константа С Задает Линию Уровня То Это Будет Интегральная Кривая А Не Задает Тогда И вопрос Отпал Никто Не Говорит Самого Этого Общего Решения То Здесь Не Предполагается Что Каждое Значение С Что Нибудь Задает Вот Если Задает То Задает То Что Нужно Вот Если Задает Кривую То Какую Надо Вот Так Лучше Сказать Так Вот М и Н Надо Указать Что Такое Где М и Н Вот Ну То То Вот Такие Функции Сюда Поставить Вот Ну Вы В принципе Проходили Это На Семинарах Моя Цель Такая Увидеть Что Это На самом Деле В точности Согласуется С Нашим Определением Просто Мы Вот Эту Функцию Это Вот Она Является Потенциалом Для Этого Уравнения Является Интегралом А Для Того Уравнения Которое Здесь Не Написано С Буквами М И Н Соответственно При ДХ И При ДУ Оно Уже Даже Будет Просто Потенциалом То Есть Уравнение После Деления На Ку И И Р От Х Проводится Уравнение В полных Дифференциалах И тогда Вот Эта Вот Штука Будет Потенциал Для Уравнения Такого М М От Х Д Х Плюс Н От У Д Р Равно Нулю Вот Ну Вот Это Проверяется Непосредственно Просто Если Взять Полную Производную Производную От Этого Фи То Дифференциал Извините Взять Д Фи То Оно В точности Будет Равно Вот Этому Вот Это Не Нужно Даже Проверять И Тем Самым Доказательство Заканчивается Вот Смотрите Доказательство Начинается Вот Здесь Вот 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 Здесь Вот Что Вот Эта Штука Это Потенциал Для Вот Этого Уравнения Здесь Закончилось Доказательство Вот Ну А то Что Это Уравнение Эквивалентно Вот Этому Значит Давайте Я все-таки Это включу В доказательство Тоже Это уравнение Эквивалентно Вот Исходному Исходному Уравнению Почему Ну Это уравнение Делением На Некоторые Вот Доказательство Докажем А потом Доказательство Из примеров Таких Доказательство Какого-то Большого И вот Вот Этот Сектор Это И Есть Ж Вот Итак Есть уравнение Вот такое Оно Называется Однородным То Оказывается Можно Сделать Замену Переменных Который Сведет Его К уравнению С разделяющими Переменными Но Сейчас Пока Давайте Некоторые Свойства Уравнения Заметим Вот Какое Смотрите Если Я возьму Точки В которых Y Делить На Х Есть Константа То Вот Такую Где Y Делить На Х Константа Это Будет Означать Что Вдоль Этой Прямой Угловой Коллицент Вот Этой Будущей Касательной Один И тот Ж То Есть Поле Направлений Принимает Одно И то Ж Значение То Прямые Все Параллельные Вот И Если Другую Прямую Возьмем То Другие Будут Значения Возможно Но Тоже Одинаковые Вот Это Будет Сначала С полем Управлений С Проводованием С плоскостью XY Произведем Гомотетию С центром Вначале Координата С каким-то Коллицентом Положительным То Поле Направлений Перейдет В себя Вот Раз Оно Переходит В себя Значит Интегральные Кривые Что Сделают Будут Переходить Ну Не совсем В себя Тоже В интегральные Кривые Вот Так Сама Интегральная Кривая Изменится Она Удалится Или Приблизится К началу Координат Но Но В итоге Она Тоже Станет Интегральной Кривой Множество Интегральных Кривых Перейдет В себя Вот А каждая Интегральная Кривая В какую-то Другую Интегральную Кривую Вот Значит Вот Это Свойство Любопытное Но Главное Главное Что Вот Можно Сделать Замену Переменных А именно Такую Z Равно Y Делить На X Этого Прямо Замена Переменных То есть Будущую Значит Новую Функцию Z Мы Объявим Так Это Прежняя Функция Y Деленная На X Значит Теперь Если Перейти От Переменных Y И X Перейти В переменных Z И X То Для Новой Функции Z От X Получится Хорошее Уравнение И вот Давайте Это Проделаем Итак Что Означает Что Функция Z Вернем Сначала Что Функция Y Удовлетворяет Этому Уравнению Сейчас Значит Y Сейчас Нет Лучше Так Сделаем Вот Я Перепишу Сначала Нашу Замену В Более Удобном Виде А именно X Z Равно Y Видите Вот Для чего Это Нужно А вот Для чего Значит Вот Тот Факт Что Функция Y Удовлетворяет Уравнению Он Записывается Так Y От X По Штрихом Равно F От Y От X Делить На X Вот Видите Это Прямо Факт Означающий Что Y Решение Значит Y Решение Вот Вот Дальше Теперь Подставим Вместо Y X Z Получится Что X Z От X Со Штрихом Равно А это Что Здесь Будет Такое F Вот От От Чего Z От X Да Вот Прямо Z И будет Да И 3 Вот Теперь давайте Это вот пока Все эквивалентно Видите Эквивалентно И дальше будет Эквивалентно Давайте продифференцируем Получится Z От X Плюс X На Z Штрих От X Равно F От Z X Вот Ну и наконец Последнее преобразование Z Штрих От X Равно F Чего Чего Что-то не так Все так Значит так Z от X Вот Минус Z От X И делить На X Вот Можно делить На X Можно здесь На X умножить Пока Можно делить На X Потому что Здесь положительно Вообще-то Вот И тогда Это означает Что Вот это Разносильно Тому Что Z Это есть Решение Какого Уравнения Off Я уравнение Ставлю В родительной Поддержке Кого Она решение В функции Z Ответ Z штрих Равно F от Z Минус Z Делить Здесь вот скобочка Лишняя Вот Делить На X Итак Смотрите Вот эта новая функция Правая часть G Давайте назовем G от Z X Задает правую часть Вот этого уравнения Что получилось Z штрих Равно G от Z И X Вот это вот уравнение Видите Которое получилось Правая часть Замечательно тем Что это произведение Двух функций Одна от Z А другая от X Правильно Значит Если расписать ее В том виде В каком Мы сегодня Расписывали Для уравнения С разделяющимися переменными Это будет уравнение С разделяющимися переменными А значит Оно решается Вот Значит Этот факт Этот факт Служит вот отсюда Вот отсюда И вот досюда Вот этот факт Значит И служит доказательством Следующий лемма Лемма Вот Стоит следующий Что Вот Подстановка Подстановка Вот это вот Z Равно Или замена Лучше замена Скажем Замена Замена Z равно Y Делить на X Она Переводит 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 Уравнение Вот Исходное В Уравнение Новое Я пишу Новое Ну Чтобы не обозначать Новое Это вот это уравнение А исходное Это вот Которое было задано Вначале Вот Переводит Вот в каком смысле Переводит В следующем смысле Что каждое решение Вот этого Исходного уравнения Переходит в решение Нового Ну и наоборот Обратная замена Каждое решение Нового уравнения Переводит В уравнение Исходное Да Переводит в уравнение Исходное Решение В сходное уравнение Вот в этом смысле Одно уравнение Переводится в другое Не просто Взяли Стерли первое уравнение И написали другое Не в этом смысле Переводится А в том Что все решения Переходят Вот Обычно так и говорят Что вот эта замена Переводит это уравнение В такое-то Имея в виду Что не просто Взяли и заменили А именно, что решение превращается в новое решение, и мы ничем не грешим, ничем не пренебрегаем. Все решения сохраняются в новых обозначениях, превращаются в решение того уравнения. Эта идея важная, еще раз повторяю, она используется при решении уравнения просто сплошь и рядом. И просто есть целая наука, которая позволяет, как глядя на уравнение, подобрать ту самую замену, которая сведет его к решабельному уравнению. Это не всегда еще раз повторяю, возможно, просто потому, что про некоторое уравнение доказано, что они не решаются, вообще не решаются. То есть нельзя написать никакую формулу, даже при условии, что мы умеем брать интегралы. Нельзя написать никакую формулу, которая задаст решение, хоть и не явно даже, хоть как угодно, хоть как-нибудь, хоть куда бедное решение, хоть одно решение данного уравнения. То есть есть такие уравнения, про которые прямо доказано. Одно из таких уравнений, я вам назову, пока не выписываю его, будете на семинарах проходить, значит, это пример Леувилля, про который прямо доказано, правда, не самим Леувиллем, доказано, что оно не решается. То есть человек не может решить его. Не то, что человек, а человечество не может решить, даже при условии, что человечество умеет брать любые интегралы от любых элементарных функций. То есть это называется в теории дифференциальных уравнений решить в квадратурах. Квадратура – это интегралы. Даже с использованием интегралов все равно не решается. Значит, обычно поступают так в таких случаях. Берут и объявляют решение этого уравнения новой элементарной функцией. Объявляют его. Так появляются некоторые функции, которые вы будете в следующем году проходить, в следующем учебном году. Функции Беселя разного рода и других ученых, которые изучали какое-то уравнение. Оно не решается, но свойства решения он как-то изучил. Допустим, они напоминают синусы или косинусы. Ну и тогда он говорит, ну это не синусы, не косинусы, но функции Беселя. И включают тогда их просто в список элементарных функций. Ну да, пусть это тоже элементарная функция. А вы синусы тоже не умеете выписывать, правильно? Вы понимаете, чему равен синус от единицы? Кто-то знает? Я не знаю. Только примерно можно догадываться, чему равен. А точно никто не знает. Вот так же и функция Беселя. Ее можно сколько год и точно сосчитать, и даже все свойства известны. Но формула не выписывается. Вот формула, точнее, выписывается, если считать, что само обозначение функции Беселя – это и есть формула. Ну мы пишем синус Х. Что, мы раз написали его? Нет, ну вот так же и там. Ну ладно, это вот некая наука. И на этом глава первая заканчивается. Глава вторая теперь. Значит, существование и единственность решений. Когда вот эту тему изучают, то обычно в дифференциальных сравнениях переходит к некоторым другим обозначениям. До этого была плоскость. И привычно было переменную аргумента обозначать Х, а функцию – У. Так привычно, и мы так и делаем. А дальше у нас получается, что аргумент по-прежнему будет одномерный. А та функция, которая изучается, зависящая от аргумента, может быть и многомерная. И тогда принято обозначение другое. Вот, я сейчас напишу. Уравнение записывается вот так. Кстати говоря, при переходе от одних обозначений к другим бывают потери. Потери не у ученых, а у тех, кто решает задачи, вот у студентов. Значит, иногда даже так делают. Берут, буквы поменяют, и задача становится нерешаемой. Просто буквы заменил, вместо Y и X написал X и T. И задача стала непонятна, как решается. А если прежнюю букву поставил в привычных обозначениях, она решалась бы. Ну вот, имейте в виду, что вот у дифферов просто есть в дифференциальных сравнениях два типа обозначений. Вот одно такое, а другое то, что мы проходили до этого. Ну, конечно, можно любые другие буквы использовать, и надо только видеть, а какая из них там играет роль X, какая роль T и так далее. Ну ладно. Итак, вот пространство XT, TX вернее, лучше я TX напишу, извините, вот TX. Так лучше. T и X переменные пробегают вот такую умную область G, которая лежит в R вот 1 плюс N. Я даже вот 1 плюс N пишу именно. Почему? Почему не N плюс 1? Правильнее писать бы N плюс 1, да? А я написал 1 плюс N. Почему? T одномерная, а XN мерная. Совершенно верно, переменная. Вот. Поэтому 1 плюс N. То есть R умножить на R, крест N. Умножить это в смысле Декартова произведения. Итак, вот рассматривается такое уравнение. Вот. Это называется так. Само уравнение N мерное уравнение, дифференциальное уравнение первого порядка, разрешенное относительно производной. Вот я все полностью написал. Итак, N мерное дифференциальное уравнение первого порядка. Первый порядок. Порядок означает, что здесь всего одна точечка стоит. Видите? Значит, принято так. Точка обозначает производный по T, а стрихом по другим буквам. Значит, итак. Поэтому, значит, первого порядка. Теперь N мерное, что означает. Это означает вот это вот. Означает, что X на самом деле вектор из R, N. Вот. Но не все точки X там берутся, а какие уж получатся. Но сама переменная X это N мерная переменная. Так. Дальше. Разрешенное относительно производной. Это означает следующее, что X штрих, X точка, вернее, выражена явно через все остальное. Такое уже у нас было. Вот когда X равно, когда N равно единице, это объект из предыдущей главы, которую мы часто использовали. Вот. Формально X точкой могло бы быть внутри вот здесь вот аргумента, а здесь стоял бы 0. Это было более общее уравнение. Вот рассматривается такой частный случай. Вот. Теперь следующее. Рассматривается задача Каши. То есть еще добавляется вот такое условие. Вот. Где точка T0, X0 тоже из области G. Вот. Берется. Но она не пробегает все область. Тут вот пробегает, а тут не пробегает. Тектрофиксированная точка. Все это вместе, вся эта система называется задача Каши. Задача Каши. Вот нельзя вот так сокращать слово «задача» в этой термии, в этой фразе. Вот. Три последней буквы нельзя отбрасывать. Вот. Итак. Дальше что? Я когда-то отбросил, написал так, и все начали смеяться. Вот. Поэтому или Z, или задача. Как они так? Ладно. Итак, дальше идем. Задача Каши. Значит, у этой задачи что означает? Вот это вот, вот это называется само уравнение, да? Это вы уже понимаете, дифференциальное название написано. А что вот это такое? Это есть начальное, начальное условие. Начальное условие. Вот. Теперь сложилась некоторая терминология, которую вы должны тоже знать, и она общепринята. Если вы, скажем, не будете понимать слова некоторые, или наоборот будете использовать другие слова, непонятные окружающие, и то, и другое плохо. Что вы должны понимать? Что вот T называется время в этом случае. Даже если на самом деле это какая-то другая переменная, и она другой смысл носит, в самой задаче она называется время. X называется как? Вот наверняка не знаете. Не знаете? Фаза. Фаза. Или фазовая переменная. Фазовая переменная. Переменная. Фазовая переменная. Значит, фаза. Значит, вот помните, почему фаза именно? Потому что, вот скажем, мы изучаем какую-то функцию, как она зависит от времени. Например, фазу Луны. Она там в фазе полнолуния, там новолуния, да, помните? Там еще какие-то есть фазы есть, да? Четверть Луния. Вот. Так вот, получается, что вот та фаза является функцией от T. В какой фазе находится наша система? Это вот функция X от T. То есть в момент T она находится в фазе X от T. Что это за фаза? Что оно там? Какой физический смысл носит? Это каждый раз, надо понимать, из постановки задачи. Но само дифференциальное уравнение, это игнорирует физический смысл. Ей важно, что это какая-то нмерная переменная. Может быть, X это координата и скорость, например, движения какой-то частицы. Да, пожалуйста. Значит, получается, фаза это есть из двух координат состава. Из самой координаты X1 и ее производной по T, X2. Вот. А может что-то другое. Может быть, три координаты. Вот у тела, которое летит у спутника Земли, допустим, у него шесть координат. И все фазой называться будут. Соответственно, что это такое? Три координаты в пространстве и три координаты скоростей. Вот. Для этих шести координат выписывается вот такого вида система. Но вы, как механики, это должны хорошо понимать. Вот. Итак, время, фаза. Дальше. Вот это X0 что такое? Само X0. Начальное значение. Начальное значение. Вот. А T0 что такое? Начальное. Начальный момент. Значит, получается, видите, вот это начальный момент, это начальное значение. Все вместе начальные условия. Условие состоит в том, что в начальный момент вот это самое начальное значение принимается. Это уже условие начальное. Еще что? Вот f называется правая часть уравнения. А вместе с x0, f и x0, это что такое? Пара f и x0 вместе. Это что такое? Это тоже правая часть. Чего? Правая часть чего? Задача каши. Смотрите, вот задача каши. Что здесь меняется? Ну, это 0 может стать фиксированным, не менять. А вот менять можно f и x0. Это называется правая часть. При изменении правых частей этой задачи будет меняться не только задача, но и решение ее. И можно будет изучать это решение, как оно зависит от правых частей. Вопросы, которые задают в теории дифференциальных уравнений и которые имеют нужный характер, важный характер. Сейчас я перечислю, но еще забыл одну модификацию. Само уравнение, если мы в Rn фиксируем базис, вот Rn, в котором x бегает, фиксируем базис, то он превратится в x1 и так далее, xn. Правильно? Вот. И тогда уравнение запишется в виде системы. x точкой равно... Давайте я даже не так напишу, а вот так. x точкой 1, x точкой 2 будет равно... x точкой n будет равно, соответственно, f1 от t, x1, xn. Вот. И так далее, fn от t, x1 и так далее, xn. Вот. Что это такое? Это на самом деле система. Просто когда мы зафиксировали координаты, у нас вот эта векторная переменная стала не одной буквой записываться, а в виде вектора из n скаляров таких. Вот. И тогда получается такая система. Но она, как вы понимаете, то же самое, что вот это n-мерное уравнение. Вот. Но она называется так. Нормальная система из n дифференциальных уравнений, уравнений первого порядка. Видите, как? Это здесь n-мерное уравнение. Значит, первого порядка они. Видите, точка всего одна. Вот. Но это система. Вот. И нормальное, нормальное слово означает, что вот как раз эти самые производные выражены через сами эти переменные t и вот x, и 3. Вот. Все производные выражены. Вот. Это нормальный, как бы, вид у него нормальный, скажем так. Вот. Ну, кто-то назвал так. Вот. Я, честно, могу сказать, я не знаю, кто первый применил слово нормальный. Но вот когда говорят нормальный, иметь в виду, что вот эта самая система, которая вот так кратко записывается в виде одного уравнения, но только n-мерного. Вот. Вот. А вот теперь эту запись мы будем избегать. Зачем нам выписывать те н уравнения, если можно одно? Вот. Это просто совсем ни к чему. Вот. Впрочем, когда задача возникает физически, то как раз там-то, x1, xn, это будут конкретные какие-то физические величины, которые, каждый из которых имеет свой смысл. И там как раз вот к такому виду как раз не приводят. Там приводят к тому, который я стер. Так. Вот теперь какие вопросы задают ученые-дефурщики. Вопросы. Вот. Вопросы такие. Вот если мы будем менять... Нет, не так сначала. Сначала так. Можно ли утверждать, что решение существует? Существует ли решение задачи Каши? Вот хотя бы одно. Хоть где-нибудь. Локально. Локально. Локально это значит, ну хоть в маленькой окрестности там. Хоть как. Хоть что-нибудь можно сказать про то? Существует ли решение? Вот смотрите. У нас ведь даже если мы область будем обозначать... Вообще переменную x будем считать, что она одномерная. Двумерную трудно нарисовать. Вот. А нарисовать можно только одномерную. Так вот. Если мы область нарисуем, область, это значит, напоминаю, это есть некоторое множество, которое открытое. Связное. Вот. И оно может быть где-то вот имеет видна граница, а где-то нет. Там может бесконечность уходит, удаляется до бесконечности. Вот есть точка. Давайте вот это будет, как сказать, точка, которая имеет координаты T0 как раз. И вот это X0. Вот. И что же нам нужно? Нам нужно решить эту задачу. То есть надо найти такое решение, то есть такую интегральную кривую провести, которая проходит через эту точку. Ну и вопрос первый такой. А хоть можно ли гарантировать, что даже хоть маленькая какая-то окрестность T0, точка, есть решение? Может вообще нету? Ответ непраздный. Непраздный. Вот. Второе. Единственное ли, видите, восклицательный знак, это единственное, а вопросительное это вопрос. То есть единственное ли решение? Хотя бы локально. Вот, локально. То есть это означает, хорошо, можно ли гарантировать, что в некоторой окрестности будет единственное решение, что никаких других в этой окрестности решений нет. Там не важно, что делается далеко, хотя бы в некоторой маленькой окрестности этой точки. Можно или нельзя? Хорошо. Третье. Можно ли продолжить его решение? Можно ли продолжить решение влево и вправо, неограниченно, или хоть как-то? Значит, существует ли продолжение? Продолжение решения. То есть имеется в виду следующее. Вот мы влево, допустим, как на картинке нарисовано, ясно, что продолжить сильно не сможем. Почему? Ну, потому что сама область у нас вот имеет границу левую, да? Дальше нет области. Поэтому, как бы мы не крутились, дальше вот этой планки мы не пройдем. Вот. Вопрос. Оно будет продолжаться, продолжаться и при этом упрется в границу? Или что-то другое произойдет? Или оно будет так вдоль границы где-то крутиться, крутиться и никуда не упрется? А так и будет крутиться? Или, может, в середине где-то бросит? Может быть, оно идет, 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 идет. И здесь останавливается. Вот. У одного чешского писателя было такое произведение, когда следы на снегу идут, идут, идут и вдруг обрываются на снегу. И дальше нет следов никаких. Вот. И один, значит, вот этот участник этого рассказа увидел следы, остановился и начал думать. А куда девался человек, который шел? Вот сами подумайте. Идет он, идет, идет, и вдруг следы обрывают. Кончаются следы. Он позвал другого там человека. Говорит, наверное, вот он пошел назад. Да нет, когда назад идут, там пятка по-другому располагает. Следы, короче говоря, такие, что он шел только вперед и больше никуда. И вот он мучился, 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 собралась целая толпа, стали изучать, куда девались следы. Никто не знает, кто это шел, но следы-то должны были где-то, куда-то продолжаться. Обследовался вокруг, нигде, не прыгал никуда, никуда не девался, ни из-за дерева, там деревьев не было. Нет причин, куда девался человек. Вызвали полицию, полицейский. Пришел, исследовал все и написал вердикт. Не положено. Ну, ясно, что тут что-то такое не очень понятное. Самим автором, наверное, этого рассказа. Но не важно. Главное, что это в жизни такое бывает. Он пишет, не положено и все. Не важно, что это было. Следы вот перед глазами. Не положено и все. Вот вопрос. Может ли такое быть с дифференциальным уравнением, с этой интегральной кривой? Идет, идет, идет. И потом, хоть и не положено. Вернее, вот. Положено ей дойти до границы или может где-нибудь внутри оборваться? Вот вопрос. Можем ли мы сказать, не положено. Должно идти дальше, продолжаться. Вот это самое не положено. Короче, существует ли продолжение решения? Четвертое. А единственное ли это продолжение? Единственное ли это продолжение? То есть может случиться, что... Что может быть есть два, как у меня нарисовано продолжения. Или так, вот насчет продолжения. Можно ли, вот если там справа нет никаких, область не кончается справа, вот он попал туда, будет ли оно до бесконечности вправо продолжаться или нет? Или что-то ему помешает? Тоже вопрос. Будет ли оно неограничено вправо-влево продолжаться, если область позволяет? Или, кроме области, есть какие-то другие помехи? Вот эти все вопросы мы с вами будем изучать. Пятое. Значит, вот если мы меняем правые части, значит, непрерывно ли решение по правым частям? То есть если мы будем менять f и x0, может ли случиться, что решение резко поменяет свое... свое поведение, куда-то далеко убежит от исходного решения? Или оно все-таки где-то рядышком будет болтаться при достаточно маленьких возмущениях этой самой исходной системы? Видите, сколько вопросов. Шестое. Еще хуже того. А дифференцируемо ли оно по правым частям? Вот. Это значит, допустим, правая часть зависит от параметра. Правые части. f и x0 зависят от параметра. Мы параметр меняем. Вот. И смотрим, как ведет себя решение в зависимости от параметра. Как оно будет вести себя как параметра? Можно ли продифференцировать его по параметру или нет? Вот эти два последних вопроса. Я их помечу звездочкой. Так? Потому что мы их будем проходить, но в следующем семестре. Ответ положительный. Ну, при некоторых ограничениях, конечно, предварительно. При некоторых условиях. Вот. А на эти вопросы мы, по-моему, уже немножко даже отвечали. Уже было. Было. В частных случаях. Поэтому я поставлю здесь, наоборот, нолики. Это вопросы, которые мы затрагиваем в некоторых простых случаях. Ну вот, в этой главе, о которой сейчас идет речь, то есть, в которой мы сейчас находимся, вот эти первые четыре вопроса мы полностью обсудим и полностью дадим все необходимые, все достаточные, вернее, условия от того, что это гарантируется. Вот. А сейчас я даже сформулирую теорему, которая будет доказана. То есть, вот это есть ноль. Вот. Теорема. Она называется так. Теорема существования и единственности локальная. Теорема существования и единственности локальная. То есть, вот она отвечает прямо на первые два вопроса. Вот. Положительная. Причем отвечает, что при некоторых ограничениях на правую часть, таких относительно естественных, вот это самое решение задачи будет в некоторой окрестности существовать и даже там будет единственное. Вот. Итак, формулировка. Пусть у нас f и f' по x, вот эта штука, принадлежит c от g. То есть, это непрерывные функции. Здесь мы имеем в виду, что f, эта функция f, это вектор функции, дифференцируется по x. Это частное производное по x, а t в этот момент константа, в тот момент, когда дифференцируется. Вот. Так вот, эта частная производная по x, она сама является функцией от t, от x, тоже по-прежнему. То есть, мы меняем x, меняем t, будет эта производная тоже меняться. Вот она непрерывно в области g. Ну и сама функция f тоже непрерывна в области g. Вот. Так вот, если это так, то для любой точки t0, x0 из области g, видите, для любой, то есть, это уже теперь можно любую, вот, можно фиксировать как угодно в той, в области g. Существует такая окрестность u от t0, значит, можно такую окрестность указать. вот, в точке t0, вот она, это u окрестность u от t0. Маленькую, быть может, но это нам не важно, хоть какую-нибудь можно, никто хороша, теорема локальная. вот, такая, что на этой окрестности существует единственная функция x, действующая из u от t0 в rm, так, которая является решением. Значит, существует единственное решение нашей системы на этой самой окрестности u от t0. Видите, ответ, как выяснилось, положительный. Но что при этом? Чем мы, как бы, пожертвовали? Мы пожертвовали вот тем, что требуем некоторое дополнительное ограничение. Но еще раз повторяю, что это не считается сильным ограничением. Почему? Потому что, ну, непрерывные функции, элементарные функции, вообще все непрерывные, но некоторые дифференцируемые, в большинстве своем они дифференцируемые, точнее так, почти во всех точках дифференцируемые. Если мы хотим придумать пример элементарной функции, которая не дифференцируемому, приходится заводить какие-нибудь модули, или еще что-то такие, в которых производной уже нет, то есть изломы какие-то есть. То есть, в общем, эта теорема не сильно слабая, а в общем достаточно сильная. Мы потом поговорим о том, как ее можно было бы усилить за счет того, чтобы ослабить вот эти условия, но это потом. Сейчас давайте вот еще что. Лемма, оказывается, задачу Каши можно переделать в другую задачу. Вот здесь вот два условия, видите, раз-два, а там будет одно условие всего лишь. Одно будет уравнение, значит, и выглядит оно так. Пусть у нас функция f непрерывно, просто пока непрерывно в области g. Тогда задача Каши, вот эта самая задача, которая написана, равносильно следующему. Вносительно такому x от t равно x0 плюс интеграл от t0 до t f tau x от tau d tau. Ну, давайте я все-таки предположу, вот что. Все-таки предположу, это можно не делать было бы. Но пускай у нас x вот эта вот непрерывная, x функция непрерывная. Сейчас, вот так сейчас скажу. x непрерывная функция на каком-то интервале и, вот так. И x это решение задачи Каши тогда и только тогда, когда оно удовлетворяет вот эту уравненство. Видите, при t, предлежащем i. Это я уточнил просто потому, что мне хочется добавить, что x пока непрерывная функция. Вы, конечно, можете возмущиться, а как же так? x непрерывная функция, как же она может решением задачи Каши быть, когда требуется производная? Ну вот, если эта непрерывная функция удовлетворяет задачи Каши, то она и вот этому уравнению удовлетворяет. А если эта непрерывная функция удовлетворяет этому уравнению, то тогда она оказывается непрерывно дифференцируема автоматически и удовлетворяет задачи Каши. Понятно? То есть уже ее непрерывная дифференцированность вытекает из самого интегрального уравнения. Понятно, да? То есть поэтому я вот условие это написал заранее впереди, из-за того, что мы не требуем вот этой функции, какую-то еще дифференцированность. Вот просто непрерывная функция удовлетворяет интегральным уравнением. Вот это уравнение называется интегральное. Интегральное — это название уравнения. Интегральное, потому что там интеграл есть, сама неизвестная функция сидит под интегралом. То есть как можно интегрировать неизвестную функцию? Ну, вообще-то непонятно. Не проинтегрируешь, потому что она неизвестна. Вот. Во сколько у нас звонок? Через 5. А, без 10, то есть, кончается, да? Хорошо, тогда мы успеем доказать. Присмотрите, ну, давайте докажем в одну сторону сначала, что если задача Каши, если x решение задачи Каши, то удовлетворяет оно уравнению интегрального. Ну, это как-то очевидно. Правильно? Докажем, что это очевидно. Смотрите, вот решение уравнения. Что-то про него известно, что x от t с точкой равно f от t и x от t. Так? Вот. Смотрите сами. А еще известно то, что начальное значение хорошее. Возьмем и проинтегрируем обе части по t. Вот назовем ее тау временно, вот, чтобы можно было интегрировать. От t0 до t. Проинтегрируем. Что получится? Интеграл. Интеграл от этой штуки по производной, по тау будущему. Значит, получится что это? Интеграл от t0 до t. А ладно, я сразу же напишу. По формулу ньютона Лейбница, это есть x от t минус x от t0. Так? И равно будет интегралу от правой части. f от t0 до t. Интеграл, значит, f от тау, x от тау. Д тау. И остается, чтобы понять, что вот это само уравнение, перенести вот это слагаемое вправо и приравнять его к x0. Видите? Видите, да? И получится прямо в само интегральное уравнение. То есть из того, что функция x удовлетворяет уравнению, и начальному условию, вот, начальному условию, следует, что оно удовлетворяет самому вот этому интегральному уравнению. Видите, просто проинтегрировали по t, ну, точнее так, заменили t на тау, и проинтегрировали по тау от t0 до t. Получится ровно то, что написано. Все, в одну сторону доказали. Теперь в другую сторону. Пусть у нас вот это самое правое уравнение выполнено для функции x. Что это означает? Возьмем ее, продифференцируем ее в части по вот этому t. Поэтому t продифференцируем и... Да, продифференцируем и все. Что получится? Получится x с точкой от t равно... Это вообще ноль. Да, будет производная от... Это самая поднегральная функция, производная по верхнему пределу. То есть будет f от t, x от t. Вот. Все, уравнение получилось, видите? А теперь положим... Положим. Вот так я напишу. Из правой части вытекает. Приходится так писать. Стрелочки развернуты в разную сторону. Но вот тем не менее. Вот. А теперь положим здесь t равно нулю. t0. Что получится? Вот здесь вот. t равно t0. Получится здесь x от t0. Дальше. Равно x0. Плюс. Интеграл от t0 до t0. Но это ноль. Тоже то, что надо получилось, видите? Значит, какая загвоздка? И как будто бы все. Надо квадратик ставить. Это значит стоп. И значит, как будто бы мы все доказали. Какая загвоздка? Ну-ка, кто скажет? Вот как раз загвоздка в том, что мы предполагали только не прерываться от функции x. Как же мы можем ее дифференцировать в этом случае? А вдруг она не дифференцирована? Вот. Поняли, да? Сейчас давайте посмотрим, что она делает. Смотрите. Вот эта функция x от t, это константа, плюс вот этот интеграл. Интеграл – это функция дифференцированная, даже непрерывно дифференцированная по верхнему пределу, если только под интегралом стоит функция непрерывная по t, по tau. Правильно? Вот. Если эта функция непрерывная по tau, то интеграл, как функция от верхнего предела, будет непрерывно дифференцированная функция. Правильно? И даже будет совпадать с этой проинтегральной функцией В момент Тау равно Т Это вам известный из курса анализа Так вот, эта функция непрерывна Ф тоже непрерывна Вот написано, видите? Это означает, что все вместе по Тау Непрерывная функция А значит действует вот эта теорема И значит правая часть непрерывно дифференцируема по Т Ну а левая Е равна Куда же она делится, тоже непрерывно дифференцируема Таким образом, незаметно мы Вот все равно явно доказали Что из непрерывности и вот этого уравнения Вытекает его дифференцируемость по Т В действительности В действительности даже и это не нужно Вот это условие Вот вам задача 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 Задача, созвездочка Снять его Снять и это условие Вот это условие Оказывается, и его можно не требовать Вообще, если какая-то бяка Не знаем, непрерывная по Та Удовлетворяет вот этому уравнению Это тоже непрерывно дифференцируемая функция И она является решением задачи Коши Это попробуйте Кто снимет, потом в следующий раз мне расскажите На этом мы сегодня закончим Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok